а у меня зацвело вот такое вот чудо вот такой новый гиппиастром это просто что-то фантастическое зелено-кремово чуть-чуть какой-то желтоватый оттенок очень легкий просто как восковый вот такая фактура лепестков как будто бы он из воска сделан красота нереальная 8 марта мая сегодня 8 мая вот зеленые листья а я получила вот этот фалинопсис великолепный подарок от мужа на 8 марта и он до сих пор цветет он еще и распускает новые вот такие вот цветочки а вот это мой заморыш который уже совсем не заморыш вот такой он великолепный он выпустил новую стрелку вот такую потрясающее вот сколько бутонов вот такое чудо у меня сейчас на подоконнике но здесь идет ремонт то есть я с вот этим всем таскаюсь туда-сюда вот на несколько дней мастера уехали на праздники и я принесла на это окно вот всю свою красоту на самом деле здесь у нас к сожалению все застряло на стадии шпаклевки то есть только дошли до уровня шпаклевка я думала это так вот дня на три а это тянется уже которую неделю и еще кое-что хочу показать вот так у меня выросла но она не на солнце вот так выросла у меня так здесь ее видно наверное бегония вот я ее купила получается где-то месяц назад вот бегония растет вот так у меня подрастает вот она хорошенько пока а главным а вот замечательная получила посылку вот такой чудесный стендапсус получается все только надо на солнце показывать там где солнце видно там где нет солнце ничего не видно вот это стендапсус такой ростик тоже то есть эти фокусы такие простые а вот это у меня интересная история я показывала традисканцию с красными листьями я купила череночек потому что традисканция это растение которое ну проще простого размножается черенком но у меня она черенком она как-то опустила листья я подумала что я буду единственным человеком в этом мире у которого не получилось размножить традисканцию черенком одно дело когда у тебя не получается орхидея да вот орхидея вроде бы сложное растение такое вот но когда не получается традисканция это как-то очень обидно и вот мне посоветовала альбиночка спасибо тебе большое поставить ее в тепличку то есть я сделала вот так два стаканчика один стаканчик в который я посадила вот второй стаканчик побольше и я сняла к сожалению вот точно такой же только пустой стаканчик далековато я положила и сверху поставила вот этот маленький стаканчик это нужно себе представить пустой пластиковый стаканчик сверху и вот какое чудо произошло то есть она действительно прижилась вот она дала две вот этих вот веточки очень мне сложно понять с освещением потому что свет с обратной стороны красиво это или некрасиво видно или не видно то есть мне очень трудно понять а вот этот заморыш который уже не заморыш а настоящий красавец это просто чудо какое-то вот такую витку роскошную это я очень это рада вот пока что я не могу ничего понять про глоксинии бегуни если глоксинии еще хоть как-то вот она такая вот глоксиния хоть как-то отросли вот там вдалеке видно то бегу не они очень маленькие то есть это какие-то вот такие такое что-то очень страшненько да а вот это у меня новая орхидея вот далеки я посадила всего лишь три дня назад не знаю я с таким справлюсь получится что потому что дендробиум оказался вот смотрите как себя чувствуют фаленопсисы и вот засохший дендробиум я и фаленопсисы забыла полить был такой у меня просчет за ремонта из-за того что я в саду вожусь очень много я про них забыла то есть фаленопсисы это самые неприхотливые растения они прощают если вы забыли их полить и они засохли что называется вот эти засыхали так засыхали вот один дробиум никаких засыханий не прощает она елис тоже прощает и засуху и все но к сожалению я вовремя опомнилась начала поливать начала подкармливать и он вот так великолепно зацвел то есть аморили с первых дней нужно и поливать и подкармливать и сажаю я упор на лук потому что луковицы вот этих я получила очень страшно вот это чистотел животворящий у меня который лечит вот что-то здесь такое ужасное с луковицей было совершенно кошмарно но я приложила чистотел и все стало коричневеньким и сухим вот чистотел это такое потрясающее растение вот столько у меня теперь растений я обо всех рассказала и комнатные свои я просто ими восхищаюсь они такие интересные все из центапсуса и вот эти вот бекони это чудо тут такой оттенок я не знаю как его передать плохо снимать когда нет света ну и я совсем не понимаю что же я наснимала когда свет вот такой очень надеюсь что я хоть что-нибудь хоть кусочек этой красоты все-таки сняла потому что красота нереально я вот так хожу кругами и удивляюсь результат которые я получила